Их миссия заботится о живых и возвращать прах павших в Великую Отечественную на родную землю. Волонтерское поисковое движение насчитывает сотни тысяч участников по всей стране. Одно из самых успешных подразделений, говорят эксперты, Алтайское. Как пример, недавнее возвращение останков сразу трех воинов в Алтайский край. Причем один из них, мы рассказывали об этом уникальном случае, был обнаружен с именным медальоном, что бывает крайне редко. Руководитель поискового отряда «Высота» Татьяна Нитбайло особо отметила, что помощь в перевозке праха оказал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Так, что внучка солдата, погибшего на Корейском фронте, Валентина Венибовна, смогла поехать за останками своего деда. И 10 октября состоялось захоронение в селе Дмитри Китова Кайпановского района. В знак благодарности Татьяна Нитбайло подарила Александру Прокопьеву фильм о поисковом движении. Коллеги, Александру Сергеевичу еще при вас хочу сказать еще раз спасибо. Он был в числе тех депутатов, которые поддержали нашу инициативу по установлению неизвестного солдата. Федеральные эксперты представили ряд проектов, которые планируют реализовать на территории края. Один из них – дорога к обелиску. Его задача – привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами и поиску новых имен героев войн. Второй проект фонда «Память поколений» нацелен на оказание адресной помощи ветеранам по всей стране. Если кто-то из вас здесь знает ветерана, любого, вы можете зайти на наш сайт «Память поколений» и оставить о нем заявку. Мы свяжемся и отчитаемся перед вами, как эта помощь была оказана. Еще один проект называется «Моя история». Добровольцы и профессиональные историки помогают всем желающим искать сведения о погибших и пропавших без вести предках – участниках Великой Отечественной войны. Они смогут помочь понять, в какой архив нужно обратиться, потому что у нас достаточно сложная система архивов в стране. Есть и государственные архивы, есть огромное количество частных архивов. Поэтому с чего начать, куда пойти, как пойти, что при себе иметь, какую заявку оформить, а что делать, если там мы получили отрицательный ответ и так далее. Подключение к федеральным проектам раскроют перед нашими поисковиками, уверены специалисты, большие возможности включить их в глобальную систему волонтерских движений. Краевые власти пообещали всесторонне поддерживать данную инициативу. Елена Кузовкина, Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.